Слушай, почему-то, когда наши редактора говорят что-то о диафрагме и то, что нужно ее прикрывать, я думал, что они это нам говорят. Прикрывай свою диафрагму. Чудо телевидения заключается в том, что я, вроде, должен был уйти под клип, да не ушел, потому что прохладно. Прохладно, у нас тоже пришел в легком и готов сегодня удивлять вас какими-то невероятными фокусами, наверное, фокусники обижаются, когда говорят фокусы, да? Мне кажется, если его назовешь менталист, он не обидится. Менталист, это вот не тот, который на гитарке играет, а менталист, это который может залезть к вам в голову. Мне кажется, даже может переместить вещи силой мысли. Да, но если как бы в вашей голове постоянно поутру поет песня «Первый городской», то это тоже он вам внушил. Да, давайте посмотрим на Лео Миларга. Давай, давайте. Ой-ой-ой, что здесь творится? В моей компании вновь Лео Миларг, и он мне сказал, Даша, все, что у тебя будет происходить, то, пожалуйста, мне не подыгрывай, а я-то, в принципе, никогда не подыгрывала. Я всегда за чистоту экспериментов, чистоту экспериментов, что нам сегодня надо будет? Рассказывай, Лео. Для начала курение вредит вашему здоровью, я придумал способ, как этого избежать. В принципе, это очень просто. Нужно сделать... Да, сегодня у нас будет магия в воду, сегодня мы будем проверять, насколько наши ведущие могут взаимодействовать друг с другом и чувствовать друг друга. А вот и пришел наш дружок. Нам понадобится первый курсант, так сказать. Друзья мои, наконец, потом после студии уже. Здравствуйте, друзья мои, здравствуйте, Лео, здравствуйте, Дарья. Итак, я еще раз на всякий случай введу телезрителей в курс телезрителей. Это Лео Миларк, он приходит каждый вторник к нам в мобильную студию и любой, вот Александр Виноградов, я можем испытать на себе, да, всю эту магию. Давай, Лео, инструктируй. Итак, сейчас будет происходить магия в воду и, Даш, мы на вас будем экспериментировать. Просто проверим, насколько вы можете взаимодействовать и чувствовать друг с другом. Сейчас задача какая? Ты закроешь глаза и просто ориентируйся на все ощущения в теле, просто запоминай все, что с тобой происходит, хорошо? И не говори ни слова, как только я попрошу, скажешь, ладно? Просто закрой глаза и запоминай все, что с тобой происходит, окей? Ничего, ни слова, ни слова, ни слова. Были какие-то ощущения? Что ты чувствовала? Прикосновения какие-то, еще что-то? Ничего, ничего. Абсолютно не было ничего. Сейчас можно открыть глазки, да, посмотреть центр ладони и закрыть глаза. Очень хорошо, замечательно. Были ли какие-то ощущения, прикосновения, что-нибудь еще? Меня стучали в спину. Спину слышала удар. Саша, ты? Сколько раз? Сколько раз? Дважды. Дважды? Хорошо, пойдем другим путем. Можно также просто сосредоточиться. Очень хорошо. И попробовать сделать это, например, вот так. Что ты чувствовала, Даш? Были? Да, мне по плечу трижды ударили. А вот этому? Не, ну это реально, ребята, это невозможно. Я сейчас все видел, на самом деле, тебе никто по плечу сейчас не трогал. Вот это абсолютная правда. Я прикоснулся к нему, на самом деле. Лео прикоснулся к моему плечу три раза, и если ты сейчас это почувствовал, то это реально какая-то магия. Это магия. А можно наоборот? Можно наоборот? Можешь просто вытянуть ручку? Вытянуть ручку. Вы все видели сами. Да, сосредоточься. Нет, нет, сожми в калачок. Задача какая? Я сейчас просто попробую кое-что сделать. Если что-то почувствуешь, скажешь. Ладно? Есть какие-то ощущения? Да, да. Раскрой, пожалуйста, кулак. Ожог! Микро, если вы заметили, тут пепел, друзья. Внимательно можно посмотреть и увидеть. Ну что ж, эксперимент удался, как мне кажется, было здорово. Ребят, вам слово. Даш, как хорошо, что Лео, Миларк, Вуду, все это происходит на фоне стен кафедрального собора. Это не кафедральный собор. Ну, Христа Спасителя имеется в виду. Дело в том, что если кто-то боится магии, то сразу в храм. Лео, Лео. Давай позовем следующий вторник. Друзья, каждый вторник утром на колесах. Мы в автобусе веселимся. У нас тут весело, здорово. Если хотите, к нам приходите. Буду удивлять, буду радовать каждого. Всем приятного настроения, хорошего дня. Спасибо. А можешь уже так приоткрыть тайну, что будет в следующий вторник? В следующий вторник мы будем испарять людей и перемещать их в пространство. Друзья мои. Желающие. Давайте уже, что Алексея спросим, да? Как ему там? Лешка, ты видел там все? Расскажи. Да, Леша, давай ты. Да, я уже, судя по той информации о том, что будет следующий вторник, не собираюсь приходить, потому что не хочется испаряться и исчезать куда-то. Но в любом случае, то, что вы сейчас видели, это правда. Мы это не выдумывали. Мы вам не врем никогда. Но я все-таки отвечу словами героя фильма Догма. Вуду. Я не верю в Вуду. Друзья, а буквально через несколько минут в нашей передвижной студии появится наша следующая гостья. Это Анна Старкова, победительница конкурса Мисс Студенчества Янтарного Края. Вот прямо сейчас ее показывают. Аня, здравствуйте. Красота какая, да? Так вот, да, буквально через пару минут она появится в нашей студии, а пока мы уходим на рекламу.